КОФЕ БРЕЙК КОФЕ БРЕЙК КОФЕ БРЕЙК Три обсуждали сегодня комитетом или только пиво? Обсуждали все. Обсуждали все, все рекомендованы к принятию первого чтения. Но я сразу скажу, я не отношусь к сторонникам всех этих документов. У меня очень скептическое к ним отношение. А расскажите, как шло обсуждение? Ну, обсуждение шло, как обычно, на комитете, без особых, как бы, словосево-призов. Но то, как вносились эти документы, уже вызывает сомнения. Потому что Зотов их нес, насколько я знаю, чуть ли не на этой неделе, уже буквально через несколько дней комитет. И тут же мы их выносим на Совет Думы в понедельник. Ну, естественно, всегда такие инициативы, ну, скажем так, очень подозрительные. Очень подозрительные. Потому что они обычно такие инициативы либо политически мотивированы, либо мотивированы по-иному какому-то. Вряд ли эти инициативы можно улучшить и политически мотивированы. Значит, есть у них очень серьезные интересанты. Кто, ну, по большому счету, откровенно скажем, заинтересованы в переделе рекламного рынка вновь. Потому что, собственно, история эта длится давно. Если не ошибаюсь, еще в 2009 году были внесены дары. И тогда документ был принят за один в трех, четыре, если не ошибаюсь. Точно так же. То есть, всегда это не очень хорошо выглядит. Я сторонник того, чтобы процедуру работали, институты работали. Когда законопроекты проходят обсуждения как надо, предварительное рассмотрение в комитете, когда собираются мнения сообщества, проводятся парламентские слушания, тогда можно, ну, как бы, адекватные решения принимать. Когда спешат, тем более, опять же, всегда подозрительно, когда вносят на последнюю неделю работы депутатов. То есть, ну, депутатам у них, прямо скажем, уже такое предлетнее настроение. Кто-то не захочет вникнуть в это содержание этих документов. И можно проводить сомнительные решения. Я прошу прощения, у вас была возможность ознакомиться как-то детально с этим? Ну, очень быстро. Очень быстро. А насколько, вот, потому что для меня, как вы понимаете, мне, наверное, из этих трех позиций интереснее всего и внимательнее всего, что ли, я отношусь к тому, что касается запрета на трансляцию рекламы в эфире платных телеканалов. Сколько телеканал ДОЖ, например, можно отнести к платным телеканалам, учитывая подписку на нашем сайте. Насколько, например, в этом документе оговаривается и объясняется, а что такое, собственно, платные телеканалы? Ну, это не объясняется, прямо скажем. Но, видимо, исходит из общего понимания то, которое вы и сказали. Если есть подписка, если канал живет за счет, скажем, телезрителей, то, значит, это платный канал. Просто я поясню этот вопрос, извините, что есть же, например, большое количество каналов, которые транслируются исключительно в кабеле, а люди за кабель платят. Это является платным каналом или это не является платным каналом? Ну, пусть авторы ответят. Я считаю, что является. Да-да-да, не, у меня просто холодно. Потому что даже, скажем, те каналы, которые не являются в терминологии авторов платными, но у них же тоже, они не только за счет рекламы живут, прямо скажем, да? Есть там и государственные дотации, и муниципальные дотации, и иные источники, какая-то спонсорская помощь. По-моему, это, опять же, попытка, ну, опять же, переделить рынок и каким-то образом. Да, потому что, к разговору про государственные дотации, насколько я понимаю, ну, здесь тоже, получается, странная ситуация, что с одной стороны дотация от зрителей, ну, назовем это так, и тогда давайте мы вам запретим, а дотация от государства, и здесь почему-то запрета не предлагать. Да, да. Так и для наружной рекламы. Ну, это тоже отсюда вытекают, уши торчат, скажем, да? Чтобы 50% пусть имеет, ну, что такое, если во всей России наружная реклама будет контролировать 50% один игрок. Ну, это же чистая монополизация рынка. А дальше монополизация цен, ну, все прелести, которые следуют из монополизма. Скажите, Михаил Васильевич, а вот на комитете, насколько была единая позиция членов комитета? Вы сказали, что вы против. Много ли было тех, кто с вами согласен? Ну, оппозиция против, естественно. А правящая партия, которую большинство за... То есть партия Единой России, представители фракции Единой России поддержали. Какие вы видите... Хорошо, о будущем чуть потом, еще в сегодняшнем дне. Вероятно, вы видели письмо руководителя ассоциации кабельных операторов, господина Припачкина, который говорит, что ни с кем из представителей профессионального сообщества, по сути... Абсолютно. Никто не... Сегодня было так же? Или сегодня на комитете к этим мнениям хотя бы пытались прислушаться? Никто не интересуется нищим мнением. Потому что нормально, нужно провести хорошее парламентские слушания и решать эти проблемы. Вот у нас в стороне разговора остается реклама пива. Ведь это тоже не очень хорошая вещь. Я помню, с каким большим трудом добились запрета рекламы пива на телеканалах. Ну, потому что, понятно, молодежь, пивной алкоголизм. Вы помните, реклама пива, она была больше как реклама образа жизни. Помните, кто пойдет за Клинским, знаменитая реклама. И, собственно, она толкала молодежь к потреблению пива. Теперь мы говорим под предлогом того, что будет чемпионат мира, что нам надо транслировать международные соревнования. Давайте мы разрешим рекламу пива на телевидении. Но как раз-таки молодежь и смотрит телевидение, и смотрит эту рекламу. Мы опять будем пропагандировать потребление пива. Зачем? Скажите, Михаил Васильевич, еще вот, опять же, про сегодняшнее заседание. Если говорить просто про процедуру, вы сказали, что все три поправки были комитетом рекомендованы. Да, три законопроекта. Да, три законопроекта. А какое было соотношение? Вы же голосовали там, насколько я понимаю, по процедуру. Ну, оппозиция была против. А сколько? Ну, там, ведь у нас же очень сложно, у нас же голосуют с помощью доверенности. Поэтому... Ну, просто Игорь Зотов же находится тоже в фракции. Он не в этом комитете. А, он не в этом комитете, но его... Да, и в нашей фракции он находится чисто формально. Вы помните, после голосования за премьер-министра Медведева он был исключен из фракции. Ну, скажите, а вот что касается, например, Виктора Фридриховича Звагильского, который представитель Единой России, накануне у нас в эфире он говорил, что он против, он голосовал так же за, как и остальные его... Я не обратил внимание. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, а на... каковы перспективы, на ваш взгляд, всех этих трех законопроектов... В понедельник на Совете Думы, я думаю, мы поднимем вопрос о том, почему в такой спешке принимаются эти законопроекты и почему их нельзя рассмотреть осенью. И постараемся, чтобы эти законопроекты не были в повестке. Ну, исходя из того, что... да, кстати, нет отзыва правительства. Собственно, да. Нет отзыва правительства официального, хотя не официально, они поддерживали устно. Устно они поддерживали? Ну, так вроде бы, подручит тема. Поэтому, первое, мы все-таки потребуем не рассматривать их в эту неделю и в эту сессию. Если не удастся, то поднимем соответствующий вопрос на том преданном заседании, когда они будут поставлены. Соответственно, в среду, вероятно. Ну, в среду, вероятно. Вот. Ну, и дальше, как получится. Скажите, вот еще у меня вопрос по процедуре. Насколько здесь... Ну, представим, что вариант развития событий следующий, Совет Думы в понедельник, рекомендует Палате рассмотреть, среда, первое чтение, что должно произойти, или, вернее, чего не должно произойти, чтобы, как и тогда, в упоминавшемся нами 2009 году, например, голосовали пакетом первое, второе, третье чтение? Или это невозможно в этой ситуации? У нас все возможно. Нет, возможно, все. У нас все возможно. Мы, когда переносили игуанную зону из Остовской области в Краснодарский край, то тоже уложились в два дня. Среду приняли в первом чтении, а в пятницу во втором и в третьем. Я не удивлюсь, то есть совершенно очевидно, что за этим законопроектом стоят серьезные силы, которые обладают очень серьезными лоббистскими возможностями. Поэтому я не удивлюсь любым решением. Но, собственно, общественное мнение о том, что вот ваше внимание к этому законопроекту, может быть, к этим законопроектам, может быть, позволит все-таки оттянуть их принятие и заняться ими по-серьезному. Пока не менее можно предложить, допустим, решение по тому же пиву, да, чтобы для международных соревнований сделать какие-то исключения, и формулу можно найти. Но ведь совершенно очевидно, когда полностью... Потому что международные соревнования у нас ожидаются еще только через 4 года. Ну, нет, имеется в виду, что и сейчас вот Лига Чемпионов идет, допустим, Амстерл, известная пивоваренная компания западная. Да, она спонсора, мы не можем показывать. Ну, давайте вот эти ситуации и пропишем. Почему же мы на любых соревнованиях, на любых соревнованиях, даже на соревнованиях районного уровня, может быть, детских соревнованиях, мы можем разрешать рекламу пива. Ну, что же мы делаем? В чьих интересах мы работаем? И где же наш патриотизм? Что ж, спасибо вам большое, что нашли время приехать к нам. Будем ждать понедельника и совета Думы, на котором будет рассматриваться вопрос о будущем этих трех законопроектов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаила Емельянов был гостем нашей студии. Сейчас ненадолго прервемся, ну а в середине часа вернусь с последними новостями.